Доброго трямца, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в очередную серию Незадыхайчки. Как и обещал между сериями, я перестроил вот эти вот этажи. Здесь у меня газовый резервуар под углекислый газ, который теперь напрямую идет, собственно, вот через систему охлаждения и сюда. И да, кстати, кто мне говорил, что вот эта вот система у нас, вода здесь не будет нагреваться, все будет хорошо. О, ребят, вот эта система, по ходу дела, скоро растопит нахрен вот этот ледяной биом, потому что вода здесь у нас имеет температуру уже местами плюсовую вместо минус 12. Так что некоторая жопа здесь все-таки происходит. Так, дальше что я сделал? Соответственно, сделал, как видите, хранилище под природный газ, сделал более прямые трубы на это хранилище и, соответственно, оттуда на нашу систему, вот эту, которая будет вырабатывать у нас топливо. И все это дело я, в принципе, успел. Вот сегодня первый день, когда эта штука должна заработать, вроде как. А, извержение через 0,2 цикла, то есть первое извержение после периода застоя через 0,2 цикла. Давайте проверим двери, да, сюда входить запрещено. Газа здесь нету, отлично. Да, кстати, вот эту штуку давайте поставим. Я, видите, до нуля все выкачал, потому что мне надоело, что там у нас был загрязненный кислород, плодились микробы. И, как видите, здесь больше микробов нету, вот здесь вот чуть-чуть есть. Пришлось поставить три освежителя воздуха, потому что здесь тоже была полнейшая жопа, на самом деле, в плане микробов. Что еще я сделал? Ну, соответственно, хлор я перенес вот сюда, выкопал здесь вот это вот помещение. И начал опять заниматься великой фигней, короче, откачивать отсюда хлор. Готовлю это помещение, ребята. Давайте мы, наверное, сейчас запретим проходы сюда, пускай он благополучно качает. И, смотрите, я хочу пробираться наверх вот здесь вот. И здесь нам тоже мешает хлор. Я вот думаю, как с ним разобраться. Единственное, что приходит на ум, это вот сюда вот поставить насос и откачать этот хлор тоже куда-нибудь сюда. Ну, все равно мы сюда не ломимся, так что почему бы нет? Почему бы, собственно, не откачать? Прямо сейчас. Прямо отсюда. Давайте ставим сюда газовый насосик. Фильтр. Так, газовая труба сюда. Газовая труба отсюда. И решетка вентиляции. Ну, а, блин. Ну, ладно. Это, конечно, все замечательно. Ага. Замечательные просто здоровски. У нас там газопроницаемые блоки стоят. Гринит и балбес. Ну, ладно, газопроницаемые блоки, это как раз не проблема. Это мы сможем сейчас поправить. Так, значит, как-то вот так вот делаем, да? Газопроницаемые блоки сносим. Хотя, подождите, их можно же не снести. Их можно просто тупо, по-моему, заменить, да? Да, их можно тупо заменить. Так что давайте тупо заменяем. И, кажется, я зря убрал трубу, которая позволяла нам перекачивать хлор в ту сторону. То есть, видите, у нас есть только труба, которая в обратную сторону работает. Ну, ничего страшного. Мы можем по временной схеме сделать здесь трубочку. Как обычно, я понимаю, что вы считаете, что я занимаюсь какой-то фигней. Я стараюсь вот эту всю фигню все-таки в основном проводить за кадром. Но тогда мне придется пол игры за кадром вам не показывать. Что-то все-таки придется делать в кадре. Так, давайте вот как-нибудь вот так вот, да? На подачу сюда. Здесь мост. Ну и, в общем и целом, все готово, да? Надо будет отсюда просто все откачать абсолютно. Сейчас мы вот туда вот пробуримся, спустим вниз хлор. Ну и нормально. А, вот сюда вот дверь надо будет поставить, да? Конечно же. Грибочки. Грибочки у нас плодятся вовсю. Давайте скопируем вот сюда вот еще. Грибочков уже довольно-таки много. Но я так и не видел, как они едят жареные грибы. Их как-то сливают значительно быстрее. Что у нас здесь интересного? Навыки дубликантов. Давайте глянем. Готик. Строительство давай, наверное, прокачивать. А что еще остается? Хотя нет, смотрите. У него есть производство лекарств, лечение дубликантов и так далее. Почему бы Готик этим не заняться? Изучака. Изучака идет в скотоводство. Как мы и планировали. Капака. Черт его знает, куда идет Капака. Видимо, в доставку. Плюс 2 силы и плюс 400 грузоподъемности. Ну и носяка. Блин, ну вот я не знаю, куда носяку отправить на самом деле. Вот вообще не знаю. В экзокостюмы, что ли, пилотирование ракеты. На самом деле абсолютно однофиксственно. Куда его отправлять, потому что ему все не нравится. И выбрать схему давайте тоже глянем. Значит, семена веселистника и семена камыша. Давайте-ка камыша. Давайте-ка камыша. Вообще-то очень бы хотелось где-нибудь сделать ферму камыша. Давайте глянем. Что вообще требует камыш для своей жизни? Так, от 22 до 37. Среда, кислород. Любая среда. И загрязненная вода. Основная проблема состоит в том, что загрязненная вода у нас вроде как имеет несколько другую температуру. 29 градусов. Да, 28-29 градусов. Что-то это немножко перебор, мне кажется. Ну, давайте попробуем вот прямо здесь сделать маленькую, маленькую такую фермочку по выращиванию камыша. Ну, сейчас, короче, вот это мы построим и попробуем сделать эту самую маленькую фермочку. Я надеюсь, что вот этот газопроницаемый блок нам не помешает поставить сюда дверь. И ничего у нас там проходить не будет. Кстати, знаете, что я заметил? Вот дверь, когда она установлена вот так вот, то есть горизонтально, а не вертикально, она как бы не создает тупников, даже если прям за ней надо работать. Ага, сказал он и увидел, как капун тупит. Вроде бы не было такого, но теперь, кажется, есть. Так, с трубой разобрались, теперь надо здесь вот аккуратненько подкопать. Давайте вот, наверное, досюда построим лестницу. И потом аккуратненько скопаем блоки. Нам надо скопать как можно больше вот этих блоков, таким образом, чтобы, короче, наши пешки успели убежать отсюда до того, как хлор спустится вниз. И закрыть, соответственно, эту дверь надо будет. Все. Сейчас будем смотреть, короче, как это будет работать. И будет ли это вообще работать. Ф4. Вот он, хлор пошел вниз. Основная проблема, что здесь... А, нет, здесь нету на самом деле углекислого газа. То есть, в принципе, все это дело... Ага. Сюда тоже не должно пойти, да? Все это дело сейчас должно откачаться. Так, ладненько. Давайте тогда посмотрим, где мы можем забабахать небольшую тростниковую ферму. Да давайте прямо вот здесь вот попробуем сделать. По-моему, у нас тростниковая ферма может прекрасно себя чувствовать и в этом самом, и в углекислом газе. То есть, и не обязательно нужен там кислород. Кстати. Кстати, по-моему, здесь-то кислорода как раз достаточно. Ага. Вот здесь вот у нас хлор. Давайте-ка мы к нему через замещение подойдем. Чтобы он у нас на поверхность-то не вышел. Не знаю, нужна нам тут дверь или нет, но давайте мы на всякий случай на будущее ее здесь сделаем. Так, что мне нужно точно? Нужна будет точно жидкостная труба. Давайте вот так вот. Прямо вот из этих контейнеров. Пускаем сюда трубу. И теперь нас интересует гидропонная ферма. Давайте поставим ее вот так вот. Пять единиц, допустим. И подключаем все это дело к трубе. Вот так. С этим разобрались. Теперь давайте посадим сюда вот. У нас 12 семян камыша, ребят. 12. Значит, посадить. Копия свойств. Ну, я думаю, что нам так много не надо, потому что у нас просто нету такого количества загрязненной воды. Ну, точнее, у нас ее, конечно, много. Ой, эта штука заработала, кстати, наконец-то. Ага. Только знаете, в чем проблема-то? Она, конечно, заработала. Только ее сейчас затопят к фигеням собачьим. А какой температуры в воду ты выделяешь вообще? Грязная вода при минус 10 градусах. Да, это замечательно, конечно, но нам надо тут откопать резервуар чуть-чуть побольше. Для этого надо сюда занырнуть. Хе. Да уж. А для этого сюда надо для начала будет пройти. Хлор здесь у нас остался? Нет? Слушай, уже по ходу дела ни черта здесь не осталось. Никакого хлора здесь нету. Прикиньте. А нормально отработало. Еще вот этот хлор надо будет туда же спустить. И будет вообще идеально. Так, хорошо. Значит, здесь у нас как дела обстоят? Наперсточный камыш. Интересно, почему он так называется? Странно. Значит, рост уже 10%. Слушай, нормально. Нормально. Будет у нас тканька. И сможем делать костюмчики. Оки-доки. Значит, давайте мы пока вот эту штуку отключаем. Я не буду ее убирать, потому что у нас еще вот здесь вот есть хлор, который тоже неплохо было бы спустить. В общем, разрешаем нашим ребятам проходить вовнутрь. Здесь тоже разрешаем проходить вовнутрь. И пойдем-ка займемся капониной. Нам надо будет сейчас немножко понырять. Вот где костюмчики-то нужны. Но, видно не судьба. Видно не судьба. Так, нам надо максимально здесь все откопать. Освободить пространство, чтобы наш вот этот вот гейзер мог спокойно работать здесь. Скопаем наконец-то. А то задолбали меня здесь мокрые ноги. И знаете что? Давайте мы здесь все-таки чуть-чуть все это вытрем. Я надеюсь, что это вытрут. Наконец-таки. Вот эта вот лужа, она тут уже кровь портит. Я даже не знаю, сколько времени подряд. Так, тут лесенку доделали. Значит, можно в принципе дальше заниматься раскопками. Знаете, что меня смущает? Вот этот снег меня очень сильно смущает. Так, грязная вода, грязная вода. Рассол. Я не хочу одно с другим как-то перемешивать. Да, то есть давайте попробуем как-нибудь от этого избавиться. Попробуем здесь вот через замещение поработать. Мы здесь можем проходить теоретически, наверное. Так, давай следующий блок. Вот этот мы выкапываем. Единственное, что надо будет здесь все-таки лесенку забабахать. Вот так вот. Чтобы никто у нас нигде не остался замурованным. Офигеть, он быстро растет. Уже 28% прямо на глазах. Подожди, а с какой скоростью ты реально растешь? Жизненный цикл? Два цикла. Всего-навсего. То есть за два цикла он вырастает полностью. Во, отлично. Замечательно. Теперь вот это все дело тоже надо будет выкопать. Нам надо сделать этот резервуар чуть-чуть побольше, чем он есть сейчас. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, из чего можно делать вот эту вот теплоизолированную плитку. Есть ли разница, из чего мы, собственно, ее будем изготавливать. Ну, мне так кажется, что разница есть, и она очень конкретная. Так вот здесь абиссолит можно точно не заменять. Он прочнее будет, чем эта плитка. Просто хотелось бы знать поподробнее. Ну, надеюсь, у нас ничего никуда сейчас не протечет. Блин, надеюсь, я тут ничего не упустил. Где-нибудь какой-нибудь песочек. А то сейчас прокопаюсь, и у нас вся эта вода вытечет куда-нибудь в наше помещение. Будет немножечко, совсем чуть-чуточку обидно. Так, а как у нас здесь-то система работает? Работает у нас, ребята, система, судя по всему, да? Так, а запасы есть какие-нибудь? Нет, никаких запасов нету. Все выработали практически. Хотя нет, запас потихонечку таки формируется. Ну ладно, при следующем извержении доформируется до конца. И да, я знаю, что Гри не балбес, что можно делать костюмы различные, что им будет намного лучше. Ну, в костюмах-то любой дурак может. Попробуйте без костюмов. Видите, они у нас вполне себе закаленные. У нас даже медблока нету, а вы говорите. О, по-моему, ему не очень здесь нравится находиться. Ну, что делать, Капака, что делать? Нет, твой хозяин не знает, как делать для тебя костюмчики. Короче, мы все здесь достроили, судя по всему. Можно пока проход запрещать в эту степь снова. И эта штука у нас благополучно начинает работать. Вода вроде как, смотрите, вода вновь пошла в минус. Это хорошо. Так, по-моему, у нас там какая-то новая схема. Давайте глянем. Яйцо хатчлинга. Вот я думаю, надо этого копателя-то все-таки делать под этого копателя какое-то место, где он будет жить. Или не надо? В любом случае, нам надо сначала освободить вот это пространство. Так, 91%, ребят. 91% и у нас все будет, да? Секундочку. Верстак. Производит предмет и экипировку для использования дубликантами. Стиратель навыков. Подожди. Давай попробуем верстачок сделать. Только вопрос где? Где мы будем делать вообще мастерские? Ну, вот этот ярус у нас вполне себе подходит для этого. Давай мы попробуем сделать вот этот верстачелло и посмотрим, что на нем вообще делается. Так, по проводам. Значит, здесь у нас потенциально потребляемая энергия 115, а текущая нагрузка 40 ватт. То есть потенциально может, конечно, напотреблять до хрена, но по факту можно сюда повесить еще что-нибудь. Так, что у нас здесь делается? Рецепты не открыты. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас есть в плане защиты. Вообще-то надо вот скотоводство еще изучать. Защита от опасностей. Вот то, что мне нужно. Вот то, что мне нужно. Текстильное производство. Ткацкий станок. Ковровая плитка. Да-да-да-да-да. Сюда мы с вами сейчас и направляемся. Ну и кстати, коли уж у нас скоро будет свое производство, я предлагаю вот на этот склад отдельный. Вот этот склад давайте вообще нафиг разберем. Хотя можно было... Почему здесь нельзя переставлять склады? Мне интересно. Промышленный ресурс. Волокна камыша давайте сюда поставим. И цветок бальзамической линии. Линии, да. Лизи. Фу, блин. Лилии. Вот, отлично. Цветочек. Волокна камыша уже принесли. Ну, в общем, есть чем заняться. Так, здесь у нас все откопано. И знаете что? Можно, по идее, вот в эту степь сейчас ломиться. Но тут надо прям очень быстро пробежать и выкопать, главное, вот все вот эти вот клетки. Иначе хлор здесь будет плодиться, плодиться еще раз плодиться и размножаться, да. Ну, давай вот так вот попробуем это все сделать. Сделать. Ты что здесь делаешь? Простаивает. Подожди, почему ты простаиваешь? Ядритская сила. Короче, кто-то забыл здесь лесенку, по ходу дела, сделать, да. Ой, балбесы. У нас, а нет, у нас, слава богу, не конец цикла. Давайте сейчас девяточку сюда поставим. Нам надо, чтобы он выбрался оттуда как можно быстрее. Так, закрываем вот эту дверь на проход в ту сторону и активируем вот эту штуку. Потому что хлор уже скоро у нас пойдет. Смотрим, да, хлор уже, уже прям вот буквально бежит, бежит и падает. Ребята, убирайте, пожалуйста, отсюда хлорный камень. Как можно быстрее. По идее, самый простой способ, наверное, было сделать вот сюда подачу кислорода и просто вытеснить хлор вниз. Это самый простейший способ, на мой взгляд, который я почему-то не стал применять. Да какая разница? Ну, откачаем таким вот странным образом. На самом деле здесь довольно быстро все откачалось, так что я думаю, что и сейчас все тоже довольно быстро произойдет. Еды у нас в вагоннище. Блин, что-то у нас еды реально слишком в вагоннище. Секундочку, а что у нас по рациону? Давайте посмотрим. Так, жареные грибы у нас стоят, все хорошо. Что-то как-то у нас прям совсем вагоннище, вагоннище. Батончик мукоедов просто овер дофига. Зерно пшеницы. Гнилостный корень. А здесь что у нас содержится? Тоже гнилостный корень. Сырое яйцо. Уже не свежее, нифига. Так, слушайте, а что у нас вот здесь вот? Я так и не понял. Вообще кто-нибудь вот здесь вот работает или как? Оно вообще само здесь пашет или что здесь происходит? Да, ребят, по ходу дела надо сюда просто прибежать, запустить эту систему, а после этого она пашет самостоятельно. А мне интересно, потеря какая-то есть при этом или нет? Вот когда мы грязную землю в чистую преобразуем, есть ли потеря по количеству? Так, технология текстильное производство изучена. Давайте мы сейчас, наверное, если найдем вообще, где эта хрень находится, ее поставим. Почему в станции? Мне интересно. Нифиговенько, 200 единиц очищенного металла. Ну давай подключаем. Вообще, по идее, можно сюда трансформатор еще отдельный впихнуть. Вот прям вот сюда вот, допустим, он идеально войдет, чтобы не перегружать линию. Давайте, почему нет? Отлично, Капун, молодец. Все запустили. Здесь у нас до сих пор нет никаких заказов, потому что нет никаких исследований. Такс, превосходно. Значит, холодный, блестящий, блестючий костюм. Кстати, блестючий костюм это классная штука, мне очень понравилась. А давайте мы один сделаем. Поднимем им настроение хотя бы. Пускай они будут мокрые, холодные, но зато в хорошем настроении. И, кстати, здесь хлора-то фактически не осталось. Вот у нас один блок хлора и все. Отсюда мы все с вами откачали. А, вот здесь вот еще, да? Просто до него никак не добраться. Не, ну здесь на самом деле все решается довольно просто. Давайте мы сюда разрешим нашим ребятам ходить. Чтобы избавиться вот от этой клетки хлора, надо просто здесь замуровать. А здесь мы сейчас подкопаем, и эта клеточка хлора тоже у нас благополучно свалится вниз. Отлично! Великолепный, красивейший костюмчик у нас готов. Давайте посмотрим, у кого по статусу самое хреновое. Да ладно, насяка, что происходит? Серьезно? Смотри, стресса 35. А почему вообще так много было? Странно. Давай посмотрим, у насяки вообще есть костюмчик или нет? У насяки есть костюмчик. А в чем тогда проблема? Видимо, потому что он постоянно шляется туда, где не очень все хорошо. Давайте капуну, наверное, дадим. У Грине нет костюмчика? Да ладно! Ну ладно, давай Гриня вам назначим. Ох, молодец, красавчик! Так, а что у нас здесь с декором? А все плохо у нас здесь с декором. Давайте мы тогда сюда еще поставим. Коль здесь мы работаем, так вот плотненько, да, то, наверное, надо обеспечить нормальные условия для этой самой работы. Естественно, угловой карнизик и обычные карнизики. Хотя бы над тем местом, где мы работаем, ребят. Кстати, сейчас можно еще будет картины сделать, потому что у нас, в принципе, для этого есть все возможности. Да, только здесь его особо никуда не впихнешь. Зато впихнуть можно его вот сюда. Допустим, вот так вот давай сделаем. До этого мы не могли его сделать, потому что нужны были волокна камыша. И надо будет еще ниже вот это все пространство тоже как-то освободить. И водород бы еще открыть. Господи, ребят, сколько всего надо сделать? Вы себе даже не представляете. Чтобы все это было как-то вот безопасно и газы у нас не бегали по всему пространству. Ага, откуда здесь-то водород взялся, ребята? Что происходит? Как он сюда попал? Ты как сюда попал, злый день? Ну, чтобы избавиться, на самом деле, от водорода, вот эти газопроницаемые блоки очень даже замечательно подходят. Давайте вот здесь вот везде поставим. И пускай они валят куда-нибудь наверх, вот сюда. Так, сейчас вот водород должен отсюда уйти, смотрите. Вот он проходит через... и пошел наверх. Все отлично. Ну, здесь мы, кажется, навели порядок в декоре. Да, порядок в декоре здесь отличный, 120% местами. Вот единственное, что на лесенках у нас, конечно, дела обстоят печаль. И вот здесь, здесь даже не то, что печально. Здесь полный всеобъемлющий песец творится. Я предлагаю еще вот сюда вот холсты поставить. Сюда, сюда, сюда. Ну, как-то так, да. Холст же больше декора дает, чем вот эта лепнина. Пускай лучше здесь холсты тогда будут. Блин, ну точно, да. Статуя Геракла в септике. По коленам в дерьме. Вот с этим ледяным биомом что делать? Давайте, короче, пока наверх прокопаемся. Зачем я все это делаю? Я хочу прокопаться прямо наверх-наверх туда. Так, что у нас здесь по температуркам? Вообще, теоретически, вот сюда бы нам забуриться. Но опять-таки, ребят, а где? Вот как нам сделать, чтобы они только в костюмах сюда ходили? Просто не влезет сюда у нас ни хренашеньки. Если только... А, мы можем с другой стороны, мы можем проход сделать вот так вот. Нам надо провести здесь исследование, узнать вообще, как тут вот, как тут что происходит. В принципе, да, смотрите, отсюда мы сможем с вами работать и с горячим биомом, и с холодным биомом без проблем. То есть, я имею ввиду, если мы здесь поставим этот самый станцию костюмов. Кстати, а мы эти самые костюмы-то делать можем? Подожди, а где они делаются? Так, ребятушки. Аверлей экзокостюмов. А, фабрика экзокостюмов. Точно, точно, точно. Фабрика экзокостюмов. Уф, только что-то меня мучают смутные сомнения, что там нужен будет либо пластик, либо еще какая-то такая фигня. И это будет очень большое горе, потому что у нас единственный вариант добычи пластика, это, наверное, дрэконы сейчас. Других вариантов нету. Ну, я, по крайней мере, их не знаю, не вижу. Но, может быть, на другой астероид отправляться? Но, чтобы отправиться на другой астероид, нам надо тут до хрена всего расчистить. Вы видите, какой тут писец творится? Итак, из Учака спасибо. Фабрика экзокостюмов готова. Атмокостюм медь. А какая разница-то? Ну, мы можем сделать из меди, допустим. Подожди, а надо будет отдельно кислородные баллоны делать, что ли? Или как вообще? Что-то я не совсем понял. Ну, давайте сделаем штучки три, допустим. И пойдем построим эту самую станцию. Угу. Очищенный металл для этого нужен, и причем в больших количествах. Сотка, четыреста... А, подожди, это мы уже построили. Короче, где-то четыреста килограмм на три костюма нам надо. Ай, блин, а очистной у меня до сих пор нет. У меня до сих пор вот этот вот сраный камнедробитель, в котором мы до хрена металла просто теряем. Ммм, отлично. Природный газ у нас вовсю добывается. Так, а что-нибудь здесь у нас осталось? Неа. Слушай, как-то, по-моему, мы вырабатываем весь природный газ. Ну, почти весь, да. О, ребят, первый костюмчик готов. А, так там тоже, да, там тоже очищенный нужен. Охренеть, ребят. Охренеть не встать. То есть нам тут... Тут нам не хватит того, что я наделал-то. Продолжаем работать усиленно. А что у нас вот здесь я не проверил? Да ладно! Прикиньте, здесь у нас декор всего минус 42. Офигеть, а! Посмотрите, неплохая скульптура, плюс 96. Шедевр какой-то там... А, вот эти три шедевра, да, тоже по тридцатке за каждый. Да мы тут практически все восполнили, да? То есть все косяки закрыты. Ну, почти. Вот здесь надо еще тоже что-нибудь такое повесить. Ну, давайте повесим. Вот так, наверное. И как-нибудь... Да, давайте два вот так вот поставим. Э, вот так. Закроем эти кабели. Глядишь, здесь будет как-то хоть чуть-чуть получше. Потому что сейчас здесь минус 73. Ну, слушай, практически до плюса, скорее всего, мы дойдем с вами в декоре. Сейчас гринни тут такого наваяет. Вы все офигеете. Давай. Давай супер шедевр на уровне там, я не знаю, Микеланджело или кто-то... А, нет, подожди. Слушайте, я не особо разбираюсь во всех этих товарищах. Ну, в любом случае, в любом случае, здесь уже минус 61. Уже не так плохо. А здесь вообще, смотрите, почти зелененькое. Да ну не... Подожди, а когда я вот здесь вот успел... Забавно. Подожди, а когда я сюда-то успел повесить? По-моему, они что-то без моего ведома делают. Э, бред какой-то. Так, давайте, наверное, дополним здесь еще вот такой штукой. И будет вообще идеально. И вот сюда тоже. Эй, ну, в общем, мне нравится. Вот тут бы еще что-нибудь придумать интересненького. И надо что-то придумать интересненького все-таки с животинками, да? То есть, как минимум, надо разобраться, короче, вот с этим вот хлором. Ну, это я думаю, что я опять-таки между сериями буду делать. Потому что сейчас... Ну, я не знаю, ребят, стоит ли сейчас заниматься такими вещами. Навыки дубликантов. Давайте глянем. Готик. Лечение дубликантов. Дальше прокачиваем тебе. Грини. Ну, как я понимаю, здесь дальше качаться уже некуда. Копка супер-пупер твердых пород. Давай тебе дальше продолжим. Копать. Ой, копать-изучать. И капун. Доставка давай следующая. Насяка. Экзокостюмы. Подготовка, да? Плюс два атлетичность и бег в экзокостюме. Но на морали это, конечно, скажется нехило. И что там по схеме? Щетинистая ягодка, естественно. В общем, задача номер один. Это разобраться с хлором, разобраться с водородом. Задач очень много. И все номер один. Обезопасить пространство. И после этого можно будет спокойно заниматься строительством. У нас, в принципе, ничего никуда не гонит. У нас есть и энергия, есть кислород. Есть у нас еда в огромных количествах. То есть гнаться нам вообще некуда. Можно абсолютно спокойно потратить время на то, чтобы разобраться со всеми газами. И обеспечить полную безопасность колонии. Итак, у нас есть 400 килограммов очищенной меди. КПП от мохкостюмов. Я только не помню, честно говоря, в какую сторону. А, вот так вот, да? Вот так вот. То есть мы ставим вот эту штуку. И слева мы ставим, собственно, док станции от мохкостюмов. Я постоянно забываю. Вы помните, не один раз такой косяк был. Так, не понял. Не хватает ресурсов, да? То есть еще надо чуть-чуть. Еще чуть-чуть надо. Значит, что я тут уже сделал? Здесь нам надо будет подачу кислорода организовать. Трубу я уже подвел, ребят. Теплоизолированную трубу. Мы уже подвели сюда. Единственное, что я его здесь вот не запитал. Почему? Потому что я хотел поставить еще газовый вентиль. Вот сюда, наверное, да? И только потом мы с вами уже ставим все остальные трубы. Вот так, вот так. И, собственно, вот так вот. Ну, чтобы можно было регулировать подачу кислорода. А то вдруг из-за этих костюмов у нас вся база останется без кислорода. Будет немножечко так чуть-чуть неприятно. Значит, что я здесь сделал? Как видите, поставил еще один насосик. И практически откачал отсюда все. Так, что у нас? То хлора, видите, вообще децел осталось. Его мы сейчас тоже докачаем. Надо будет потом решить вопрос еще с водородом. Вот с этим водородом разобраться будет, я думаю, что просто, как и вот с этим. Мы просто где-нибудь вот здесь поставим насосик и откачаем водород куда-нибудь. Блин, а куда мы его откачаем? Вообще-то, знаете что? Мне кажется, что вот этот водородный генератор, его надо отдельно логикой связать с другой батареей. То есть, чтобы угольки у нас запускались только когда 10%. Эта штука у нас запускается, когда песец насосу. Так, насос не пережил, короче, всей этой ситуации. 97 градусов. Да, насос явно не пережил. Надо делать столюгу. Ну ладно, там сейчас, может быть, чуть-чуть подостынет. А может и не подостынет. Блин, хрен его знает, что с этим делать. Неприятный момент, неприятный. Раньше я туда оставил хладодых, но теперь-то как с этим поступать? Его же заправлять теперь нужно, этот хладодых, блин. Так, тут у нас, да, тут мы можем вполне себе подключить обе базы. Сюда, значит, давай семерочку, доставка костюма. Сюда, пожалуйста, тоже доставка костюма. И давайте мы еще одну такую станцию здесь поставим. Мы сможем абсолютно спокойно теперь ходить вот сюда. Я надеюсь, они без костюмов-то не будут сюда шляться. Ну, по-моему, вот эта штука подразумевает то, что она не пропускает дубликантов без костюмов. Правда, у нас с прокачкой там все не очень хорошо, кстати. Навыки дубликантов. У нас, по-моему, только у Насяки есть бег в экзокостюме. Все остальные будут отдыхать, как говорится. Давай доставку тебе прокачаем, что ли? Хотя можно, конечно, тоже в экзокостюмы упороться. А то только Насяка сможет нормально бегать, все остальные будут медленно-медленно ходить. Ой-ой-ой, погоди, а что-то у нас тут беда. У нас тут беда, ребят. У нас природный газ, кажется, туда попал. Или что-то типа того. И что нам с этим делать? Газовая труба содержит водород, блин. Ну, так а что нет-то? Вполне себе нормально. Так, знаете что? Давайте мы, наверное, наверное... Блин, а куда нам этот сраный водород-то девать? Как вообще это получилось? Как его хапнуло? Как-то вот отсюда хапнуло водород. Эй, грусть, печаль, беда, разочарование. Ладно, давайте пока мы, наверное, поставим прямо здесь фильтр. Отфильтруем этот сраный водород. Так, значит, вот так, пожалуйста. Вот так, пожалуйста. А все говнище мы будем выпускать на улицу. Что делать-то? Будет у нас здесь водород. Но он никуда отсюда не денется. В принципе, только вверх. Никаких других вариантов у него нету. И здесь нам опять помогут ножницы. Раз. Вообще супер. Офигенский, на самом деле, мод, который решает прямо очень большое количество проблем. Вот здесь вот придется все-таки разбирать трубу. Вот так. И ставить новую, да? Да. Ой, ребят. Что-то у нас, по-моему, здесь какие-то проблемы с углекислым газом. Небольшие такие. Хе-хе-хе. Так, секундочку. Хорошо. Аж и вода кончилась, кстати. Ну, нет. Это, на самом деле, не проблема. У нас уже, по-моему, есть нужное количество этих тканей. Сколько у нас камыша? 10 единиц. Пока хватит. Ну, просто 5 это реально до хрена. Давайте мы, наверное, мы сейчас разберем вот эти трубы. Оставим 2. И на них нам, я думаю, что грязной воды как-нибудь хватит. Написывают наши колонисты, в конце концов. Что ты сюда опять запихал? По ходу дела он что-то туда послал не то, что надо. Да что с ним не так-то? Нео 2. И что я могу сделать? Текущий статус нет кислорода. А почему нет кислорода-то? А, он в костюм его забивает. Я понял. Он его сразу забивает в костюм. Очень странная эта фигня работает, на самом-то деле. Ладно, сейчас он наберет этот костюм. Ну, не сейчас, но наберет этот костюм. По ходу дела нам придется еще одну лизерку делать. Чисто под этот костюмчик. Ой, блин. Так, ладно. Значит, что вот с этим вот фильтром? Я хотел же с ним что-то сделать противоестественное. Так, значит, смотрите. Вот эту штуку мы разбираем. Теперь, что нас интересует? Нас интересует вообще на этом фильтре, наверное, надо все перевернуть. Вообще придется фильтр даже разобрать. Его надо будет перевернуть вверх тормашками. Придется ставить его чуть-чуть повыше. Вот так, вот так. Ну и здесь мы ставим мост для того, чтобы осуществить выход всех остальных газов. А все остальные газы это, в принципе, кислород исключительно. Теперь он должен будет нормально работать, отфильтровывать водород, в том числе из этого потока, да? Такс, 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 такс. Погодите. Еще раз давайте посмотрим. Значит, здесь водород у нас идет напрямую. Подожди, а этот фильтр вообще на что был рассчитан? А вот на это он и был рассчитан. Вот, ага, что-то, что-то здесь не так. А, нет, все нормально, все пошло. Вот здесь вот, в принципе, кислорода быть не может, поэтому здесь фильтр-то и нафиг не нужен. Меня мучает только один вопрос. Если сейчас у нас забьется система, касающаяся водорода, вот это, да, то у нас и кислород перестанет на базу поступать. И вот это будет полнейший грустняк. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте мы все-таки поставим сюда еще один водородный генератор. Как бы только его поставить еще? Вот, давайте вот так вот поставим. И поставим еще здесь умную батарейку. Только нам на нее нужна будет еще медь очищенная. Давайте сделаем. Короче, все-таки я сделаю свое управление именно водородными генераторами. Вот эта логика меня не устраивает. Чтобы у нас угольки в последнюю очередь задействовались, а в первую очередь пахали у нас водородные генераторы. Так, ребят, нужное количество металла у нас готово. И давайте посмотрим, что мы здесь по логике можем получить. Так, во-первых, потный провод, естественно. Естественно, потный провод. И по логике нам надо будет разобрать вот эти провода. По крайней мере, вот эту часть марлезонского балета нам надо будет разобрать. И сделать управление вот от этого, от этой батарейки. Давайте, ребятки, все это быстренько соберем. Значит, здесь, смотрите, ставим верхний порог 99. А здесь мы ставим где-нибудь, наверное, 50. То есть у нас, если что, врубаются на 60 вот эти. По-моему, на 60. Давайте посмотрим. Да, на 60. Если просаживается еще ниже, до полтинника, то врубятся уже вот эти генераторы. Так, ты будешь у нас как-то, да, принимать участие, так сказать? Заправляешься, заправляешься. Превосходно. Хотя, я бы не сказал. Энергии доступно все меньше, меньше и меньше. Вы серьезно? А что у нас высаживает так энергию? Смотрите, он пашет как ненормальный. Но при этом, нихрена... Подожди, а у нас тут вообще все соединено-то? Ноль. А что такое? А что у нас, ребят, а что у нас выжирает так электричество? Этого быть не может просто. Этого просто быть не может. Не, вот он заряжается. Но он заряжается вместе вот с этим. Очень странно. Короче, что-то у нас такое работает, что высаживает электричество просто капитально. Здесь насосы уже не работают. Хм, очень интересно. Ну что, ребят, наверное, на этом мы будем с вами заканчивать. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Заходите ко мне в группу ВКонтакте на стримы. Буду рад вас видеть. Ну и не забывайте, у нас есть расписание выхода роликов под видео и в шапке канала. Чтобы вы не спрашивали везде, когда не задыхай-ка, можно зайти туда и посмотреть. Ну а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока. И отличного настроения. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok